Скромные волонки, здесь только хайп-сандарт, да? Другие пускай сделают хайп, а мы всё сделаем в ринге. Но мы ждём от вас яркого поединка, не такого скромного боя. Меня зовут Абду Джабар, чемпион России, финалист, призёр. Я просто пришёл за поясом. До конца Товельси Генде. Когда ринг закроется, мы будем бить друг друга. Лучше хищинг занять, значит, будет чумно, значит, будет громко. Я его выиграл, но завтра я его тоже могу отправить в нокаут. Ассаламу алейкум всем любителям кулачных боёв в эфире на Матфайтинг Чемпионшип. У нас сегодня очередная пресс-конференция, в котором мы обсудим предстоящие бои. Напомним, что в главном бою данного карда встретятся Марсель Нурламбек Улу против Анвара, лысого хищника Магомаева. А также хотелось бы поблагодарить нашего спонсора, компанию «Алимпэт». «Алимпэт» — это широкие линии, большие коэффициенты и кэшбэк реальными деньгами. Регистрируйся и загрузи прогноз на победу своего фаворита. Твоя первая ставка уже застрахована. Ну что ж, перейдём к первой паре. Мухаммеджан. Да, перейдём к обсуждению. Первая пара — это поединок в легчайшей весовой категории. Азатпек Чолпамбек Улу против «Алмаса» Нургали. Азатпек, «Алмаса», саламу алейкум. Вы уже оба. Не первый раз дерётесь в нашей лиге. «Алмас» ты успел дебютировать, ярко также ворваться. Азатпек, твой прошлый поединок — это был чемпионский поединок. Не знаю, с кого начать, давай лучше Азатпек. Расскажи, пожалуйста, как сейчас у тебя ощущения к этому поединку, подготовка, и успел ли ты ознакомиться со своим оппонентом? Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. С подготовкой всё отлично, всё было хорошо. Соперника тоже проверили, посмотрели бои. Техничный боец. Не будем дистанция работать. Будем работать. Алмас, как тебе? Жақсы. Бәрі дұрыс ба? Алхан дұрлық жақсы бәрі. Бүгін одет тегідей, қасында Дастан, Бекен, Досынмен бірге келіп тұрсын. Дастан, алмалек, бәріңізге. Дастан, қалай жағдай? Шықыр жақсы. Вот Алмас талу кеуытыр, қошаққа. қасында отырып, күшкене поддерж калып. Абнат, қалай жақсы бәрі. Саперник неген көрдеген көрдеген. Бізді осалам есіз. Олғашқа жекпе жегінде алмас өзінің, өзінің алмас өзінің 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 ашып, өлгерген жоқ? Өзінің 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 ашып. Өзінің өзінің өзінің. Өзінің өзінің айтқан. Соперник из-за чего отказался? Пол Санкт-Пет. Да, он травмировался во время поединка, и пришлось остановить бой. Но, Алмаз, мы знаем, что Азат Пеков достаточно опытный боец, крепкий боец, оппонент. И, на самом деле, я в предвкушении этого поединка, потому что знаю, какого уровня Азат Пеков. И, в целом, уже наслышан, и тоже увидел, да, хоть не так много, но в твоем противостоянии именно твой класс тоже. В целом, были какие-то там нюансы при подготовке или же есть что передать Азат Пеков, сказать, добавить? Да, это очень приятно смотреть, взаимное уважение, очень приятно смотреть. В ринге все покажем, а другие пускай зелают хайп, а мы все зелаем в ринге. Скромный валан, кездестер хайпсендар, да? Да, да. Все мои соперники были скромными. Особо в конференциях не Газалов, не на кого. Но мы ждем от вас яркого поединка не такого скромного боя, как у вас сейчас пресс-конференция. Да, правда. Нет, опять бывает. Поэтому, я не думаю, что mine «1. Jакп torx», извините, ребята. «Альмаз, первоеBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAбая. дома да, у меня беременностия по первой поворpersonal али. Мы говорим о 57 чемпионах и 61 чемпионах. Исламбек говорит, что Азатбек говорит на первой номере. Если вы получите этот бой дотат, я говорю, что Азатбек на 57. Если вы получите титул или Азатбек, то вы получите титул. Я не могу не понять, а я не могу. Как я думаю, что мы не можем заниматься в 57 чемпионах. Рахимжан Абдул-Азиз. Он в 57. Если вы получите свои деньги и выйдите на свой день, я не могу сказать, что он намного. Я не знаю, что я знаю. Азатбек был и я не знаю. Можешь на мой взгляд. Я не знаю. Я не знаю. Но это очень, что Азатпек был. Исламбек очень много. Азатпек, знаю. Ммэй, да, 7-0, 6-0. И здесь мы говорим, мол, я ищу, и как Азатпек, я говорю Исламбек, например, в 1-м году я говорю, Исламбек, как это было, Алмаспен Я говорю, что мы все это делаем. Исламбек в этом году. я не дед тур де не езжа менде аса кутем он сендер нежек бежек терне олай болот моса космоша бреденге козлы косл масса орта шыбы стердаун жасек ала Ну а прежде чем мы перейдем к обсуждению следующего поединка, я бы хотел бы поприветствовать нашего также гостя на пресс-конференции, гость из Кыргызстана, это Физрук Бахат. Всем саламу алейкум. Всем саламу алейкум. Расскажи, какой судьбой, какими планами ты сегодня у нас? Всем саламу алейкум всех зрителям «Мамат Файтинг». Я раньше выступал, сейчас я не выступаю, я организовал свою команду, называется Физрук Тим, и, как бы сказать, больше вклад в сторону спорта я делаю. И вот пригласили на конференцию, я пришел, это вот подопечник, да, молодой, 61-65 килограммов, в принципе, если есть соперники, можно разделить октагон. Расскажешь поподробнее про него? Да, это вот, он у нас дрался, в Бишкеке провел два боя, два боя выиграл, и сейчас для такого большого экспириенса, потому что, когда за границей дерешься, в других странах очень намного тяжелее. И, как бы, его проверить, его ментальное состояние, физическое состояние, вот для этого. А кто он, боксер, гикбоксер базовый? Он рукопашник, ну, так, да, не мастер спорта, так, любитель, но хорошо показывает, хорошие бои. А в целом, в профи какой рекорд у него? Два боя, да? В профи бороли рекорд? По кулачке, да. Ну, мы всегда рады хорошему пополнению в нашем дивизионе, если есть амбиции, есть желания, мы всегда найдем хорошего оппонента и сможем, я думаю, устроить поединки в будущем. В целом, как вам у нас? Все четко, все классно, хорошо встретили, квартира очень понравилась, трехкомнатная. Кушать готовим там, я матчмейкеру писал насчет соперника, если вдруг найдет, но он вроде сказал, найдет там стульчик пустой. Ну, это вопросы к отделу матчмейкинга, в частности, к Исламбеку, поэтому, я думаю, мы потом это все тоже обсудим. Ну, а пока давайте тогда перейдем к обсуждению следующего поединка. Бой в легкой весовой категории Нурым Кабдуахид против Абдулжабара Гасанова. Оба у нас дебютируют в нашей лиге Нурым Харсабумасан, Абдулжабар, приветствую. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу лигу, добро пожаловать в Казахстан. Спасибо. Если я не ошибаюсь, ты из России, верно? Да. Расскажи немного о себе, представься нашей публике. Всем саламу алейкум, всех рад видеть. Меня зовут Абдулжабар. Мне ничего не интересно и ни с кем не интересно здесь устраивать. Я просто пришел за поясом. За поясом? Да, я пришел сюда, честно, постараться выиграть пояс. Наверное, будет сказано так. Ты у нас тут надолго. А? Ну тогда ты у нас тут надолго. Один Алла знает, но если я куда-то прихожу, я люблю доделать свои дела. Вообще я в эту индустрию зашел только потому, что я дал обещание сыну. Мне это, честно, не интересно, ребята. У меня есть и деньги, у меня и все есть. И, аль-хамдул-ля, я живу у себя в республике очень хорошо. Прям очень. У меня есть все. Просто я из таких типов людей, если ты дал слово, неважно, это девочка, это женщина, мужчина, ребенок. Если это твой ребенок, то тем более ты должен дать ему пример и показать, что ты отвечаешь за свои слова. Как-то вот так я сделал дебютный бой в хардкоре. И я зашел случайно получить этот адреналин, потому что я и по молодости был чуть шумный мальчик. Получил этот адреналин, сын увидел через месяц этот выпуск, пришел ко мне в комнату, прибежал на третий этаж в спальню. Эй, папа, ты что, говорит, драться умеешь? Я сам мастер спорта международного класса по боксу. Победитель, у нас есть такой победитель олимпийской надежды, чемпион России, финалист, призер. Это по одному виду спорта. Потом, когда я оставил этот бокс… Это по боксу? Да, когда я оставил бокс, но оставил я его из-за того, что он коррумпированный полностью. В хлам просто. Из-за этого я его оставил, будучи чемпионом. Мне говорили, что я не поеду ни на какие-то турниры, международные соревнования, так скажем. Но это меня как-то растрогало, и я ушел оттуда, пошел служить в армию и выступал по рукопашному бою. Там тоже я на первом же турнире сделал пять боев, пять боев досрочно закончил, и мне вручили мастера спорта. Обычный парень, ко всем с уважением, ко всем с добром, но готов с любым пообщаться культурно, выслушать его мнение, сказать свое мнение. Не стесняться самовыражаться, ребята, одним словом. Однозначно, это только приветствуется. Мне понравилось в лиге, очень хорошо встретили, привезли, дали номер хороший, все отлично, все на высшем уровне. Нету таких поводов, чтобы здесь не остаться. Вот ответ на твой вопрос. Со скольки гоняешь? Я не гоняю, я могу вот сейчас на весе стать. Но при этом хочешь выступать в легком весе? Или же есть планы на полулегкий? Нет, я в 69 всю жизнь боксировал, я вешу 72-73 кг. Для чего это кулачка, это не ММА, это бокс. Здесь нужна скорость, здесь нужна мощь взрывная. И не какая-то толчковая сила, чтобы толкаться с кем-то. Это бокс, здесь скорость в основном. Скорость, реакция и бить больше нет. Если гонять много, потом набирать, то ты оттечешь после первого раунда. В прямом смысле ты можешь дышать хорошо, но тело тебя не будет слушать. Потому что если гоняешь с 80 на 70, ты железно наберешь до боя с 7 кг. Правильно? Ну, она тебя зальет скорее всего. Это будет из 7 кг, 4,5 кг это будет вода. Она зальет тебя. Поэтому я не считаю, что нужно гонять много в кулачки или на битках. Абдулж Апара, ты в каких годах последний раз боксировал? В последний раз я боксировал в 2014 году. Ровно 10 лет назад. Порядком, да, время прошло. Но ничего не поменялось, бокс только стал наоборот хуже. А именно вот на данный момент тебе полных сколько лет? 32. 32. Да. Ну, в принципе, в расцвете сил. По факту, да. А когда был дебют в Харкоре? Дебют был 2 года назад. После не выступал? Нет, я все бои выиграл, я претендент на поезд из-за того, что мне там не дают. Я пришел сюда, пацаны. А сколько рекорд? Там написано 4-1. Но когда мы стояли на конференцию, это все знают, все смотрят, да, это по ММА и кулачку и все. Поменялись судьи. Были вначале ММА судьи, потом пришли боксеры и они оказались немножко, я не стесняюсь этого, они растерялись прям. Они не знали, как судить. Поняли? И раздельным решением они отдали 2-1 в ту сторону. Но я на бой выходил, все это знали, хлам, поломанный одной рукой. Но одной рукой мы пересмотрели бой и все безоговорочно говорят, что я этот бой выиграл. Ну вот один из судей, да, так скажем, рука дернулась, да, дрогнула, потому что в моменте я бил скачковый удар. И когда ты скачковый удар бьешь, ты в воздухе, он получается по мне тоже бьет. И когда я приземлялся, эта левая нога у меня чуть скрутилась. И что, дабы ее не поломать, я присел и сразу встал, и он мне открыл счет. Я ему там же говорю, ты что делаешь, друг, ты же мне бой портишь, говорит. Ну какой нокдаун? Нокдаун вообще, по идее, это признано в боксе не для того, чтобы отсчитывать, а для того, чтобы дать восстановление. Это нокдаун 10 секунд для того бойца, которого потрясли. Но меня не потрясли, ничего не сделали. Как ты за то, что он, ну, я в воздухе, нога кривится, я сажу, стою, и ты мне отсчет даешь. Уже автоматически бой, раунд 10-8 уходит. Чтобы мне его догнать, ну, это уже нужно стараться, как говорится. А можно, пожалуйста, еще один вопрос. Ты боксировал по мужикам? Да, конечно. Ты был национальной сборной по мужикам? Нет, мой друг, я тебе дам развернутый ответ. Вот всех, которых ты знаешь, многих олимпийских чемпионов, чемпионов мира и тому подобное, вот в камеру, не стесняясь, я могу даже их имена, фамилии назвать. Я был для них как страшный сон. Да, я просто вот прям… Спорт не смотрю. Нет, но это мой пробокс, да. Бокс в боксе я выигрывал и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира, и финалистов. Нет, но ты же по мужикам боксировал, да? Конечно. Все, вопросов нет. Поэтому я выигрывал многих чемпионов, просто я не дрался, потому что меня зовут Абдул Джабар, а не Александр. Вот так, не стесняясь. Это громкое заявление, я тебя теперь прям жажду, хочу видеть тебя в деле. И у нас именно на 70 кг очень много хороших ребят. Честно, я бы хотел тебя… Вот теперь ты меня так заинтриговал, что я хочу тебя видеть именно у нас в Ростере, чтобы ты шел до пояса. Спасибо. И в конечном итоге я тебя хочу видеть с нашим чемпионом. У нас чемпион тоже очень хороший. Ну, для начала вот есть парень, в нем никаких сомнений. Я видел его в бои, прекрасный боец с характером. Для начала надо попробовать его одолеть. А так на все воля Аллах. Но настроены мы точно на войну. Парень с характером, нельзя за его голову запрыгивать. Хоть он и вышел на замену, ему большое спасибо. Он молодец, но мало бойцов так принимает в бои. Полное уважение, все на уважении, все четко. Но все-таки, когда рейк закроется, мы будем бить друг друга. Вообще, отличное на самом деле вступление, речь. Мне все очень прям понравилось. Перейдем к оппоненту. Да, с радостью. Кадаша Сураймба или Ворша Сураймба? Да, Ворша. Давай буду спрашивать на русском, чтобы оппонент понимал. Я понял, что ты на коротком уведомлении принял этот бой. Я сейчас вот выслушал твоего оппонента. Регалий зашкаливают. Опыта много. Действующий боец хардкора. Практически без поражений, да, если так можно назвать. Ты кандидат мастера спорта по боксу. Не внушает ли это тебе какого-то там, ну, дополнительного исполнения? И не считаешь ли ты, что это было немного рискованным принимать этот поединок против него? Да, я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ну, чтобы мне. Хорошо. Айтпич, он да. Расскажи про себя немного. Я базовый боксер. Ижкён в наблайханда, ижкён в голден. Мы живём в голден. И у меня с ним остались. Мы не обрады. Вот он, ты и демс. Успел ознакомиться с поединками оппонента? Я горбушек был. Кат-то не вместе олим, но киим бомет-то олим. Думаешь, будет несложно, да? Кат-то олим. Нуром, я вижу твой настрой. Мне нравится. Тебя не волнует реалия оппонента. Ты заряжен, хоть и на коротком. Расскажи, чем ты нас удивишь? К чему быть готовым? Ураню, говорит. На все воле Аллаха. Главное, самому не заснуть. В целом, какие у тебя планы? Обычно, кто так говорит, раньше времени, впереди парауза, когда идут, обычно Аллах им наказывает. Так что, я воздержусь, но я твое намерение услышу. Нуром, какие планы, амбиции, если так же цели за поясом? Да? Да. Пояса тоже. Пояса. 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 Сколько лет тебе? 23, да? Достаточно молодой. Ну, я реально в предвкушении. есть ли что добавить к вашему поединку, айдадунарсенбарма харсласна. Сятлик харсласна. Ой, да. До конца тубилиси гэнда. До конца зарубимся, говорит. Удачи тебе, давай зарубимся до конца. Вот это уже по нашу. Тогда перейдем к середине. Спасибо. Удачи. Уважаемые зрители, а мы напоминаем, что спонсором данного турнира является компания Олимпед. Олимпед – это широкие линии, большие коэффициенты и кэшбэк реальными деньгами. Регистрируйся и загрузи прогноз на победу своего фаворита. Твоя первая ставка уже застрахована. А мы продолжаем. И мы переходим к главному бою вечера. Марсель Нурбуламбекулу против Анвара Магомаева. Ассаламу алейкум. Марсель, Анвар. Марсель, ты у нас уже выступал. Я думаю, познакомимся с нашим гостем, дебютантом в нашей лиге. Анвар, рады тебя приветствовать. Также добро пожаловать. У вас тоже приветствует. Лучший хищник в здании. Значит, будет чумно, значит, будет громко. Теперь я здесь. Я в России, то, что нужно было, все сделало. Теперь я в Казахстане. Я думаю, теперь моя очередь тут покорит сердца народу. Я очень хорошо меня здесь приняли. Я думаю, так же после боя и обратно тоже отправят. Анвар, расскажи немного о себе. О своей базе. Я по базе, я по грэплингу, я шесть лет занимался грэплингом. Сейчас в последнее время, год-полтора, я занимаюсь тайским боксом. Так что выступаю по МИМА. Так что недавно подписал по кулачке контракт. Но только бой первый сложился неудачно, так как вышел на замену, можно сказать. Потому что этот бой очень долго длился. Изменяли даты жестко. Сначала говорили МИМА, потом говорили кулачка. Меняли, изменяли время. И я готовился по МИМА. И за неделю до боя сказали, что кулачка. Я выступил, по очкам проиграл. Но я не думаю, что я проиграл. В третьем раунде, когда осталось 5-6 секунд, у меня сняли балл. Типа проход ноги, но там прохода ноги не было. Я из-за того, что зацепил его глаза во время боя, я перед руки делал. Типа я не обещаю, я хотел перед ним извиниться. Этот момент он мне дал двоечку. А я автоматом, так как я МИМА-шник, переразался по кулачке. Я зашел в ему корпус. И он из-за усталости упал. И мне дали минус балл. И я, получается, проиграл. И у меня с Марселем был свой момент. Когда я дрался с киргизом, мне дали раздельный проигрыш. Но Марселем свидетель, этот бой он видел. Он тоже говорит, что это я бой выиграл. Все, кто там был, все говорили, что я бой выиграл. Но после тяжелого боя, который я проиграл раздельным, он вызвал меня на гребенную схватку. Которым он выиграл. Поэтому мне было интересно сделать с ним именно стойкий бой. Именно по кулачке. Я хотел бы по кулачке, но здесь кулачки так как нету. МИМА-перчатках, газ-пол. Марселем, неужели, вроде, базовый грэпплер? Да, вот. Салам алейкум. Еще раз. У меня соперник был, Иркебулан Тохтар. И он снял, и его замена его поставил. Ну, мы с ним боролся. Он мне предлагал наоборот. Он сказал, давай 20 тысяч поставим. Чисто грэпплинг, с тобой интереснее. Этот момент я там газовал, я лучше грэпплер, лучше грэпплер. И он мне сказал, что это было не после боя. Это было не после боя. Ты меня вызвал после боя. Три раунды дрался, и он устал. И он вышел со мной грэпплинг. Я его выиграл и ютуб выложил. Там 5 миллионов больше просмотров набрал. И все группы, все каналы выложили. Там, где я всегда просмотрю, это естественно. И он только что боролся. Он тоже дагестанец, да? Его задушил, он уснул. Он тоже хороший грэпплер. И мы попробуем кулачика, брат. Ну, я тоже грэпплер базовый. Он тоже грэпплер. Поэтому бой будет очень шикарный. Я постараюсь нокаут отправить. Ну, у меня не было нокаут, брат. Знаешь, потому что я грэпплер. Ну, я дрался 19 на профессиональный ММА. У меня без поражения ММА. 19-0. Два раза дрался по боксу, чисто профессиональный. Ну, я вышел там замену. Правда, боксинг, шама боксинг дрался там. Я чисто замену ушел. Два раза выиграл. Не знаю, случайно или реально выиграл. Я выиграл там. Профессиональный бокс тоже 2-0. Ну, и здесь я дрался против Фара. Он тоже хороший боксер был. Нет, Фара не боксер. Фара кайфали. Не знаю. Я его выиграл. Ну, завтра я его тоже могу отправить в нокаут. Ты готовься бонус, брат. Отправлю. Я очень жду итог. Я сам хочу почувствовать этот нокаут именно на моих перчатках. Просто Фара меня вообще срады не отдастся. Ты не знаешь, Фара кто? Фара перед боями бухает и выходит на бои. Он на звезды бухой приходит почти всегда 80%. Он бухой приходит. И ты меня, человек, который еще такой алкоголь, что такое, вредные привычки не знает. Меня не надо с ним сравнивать. Давай, давай. Завтра посмотрим. Не, завтра не надо, брат. Смотри, завтра звезды. После завтра. Давай, после завтра. Завтра можно смотреть на звезды, у кого, какой вес. С этим тоже проблем нет. На весе можно посмотреть. Анвар, я недавно увидел видео, где ты сказал, что перешел в кулачку именно из-за того, что ты хочешь видеть больше крови. Да. Правда, у меня, я не знаю, брат, вот я на улице дрался, брат. Но это, ну, точно запретно, да, с этим я не поспорю. Бою дрался, там дрался, тут дрался, брат, у меня еще крови не было. Ни в одном бою. Еще не в одном. И не имма не было, и на улице нигде не было. Я просто хочу почувствовать. Вот запах крови. Говорят, запах крови больше, там, заражает на бой. Но я просто хочу это почувствовать. Хочешь ли ты это почувствовать у Марселя? Просто Марсель, мне кажется, тоже вообще сечек в боях не получал, да? Я тоже не получал, брат. Ни разу. У меня один бой, один раз. Боже, брат, знаешь, я раунд не проиграл. Ну, у меня один раз был фейнгал. От Исмаила Мусукаева. Ну, по-любому, его здесь. Я думаю, нету человека, который его не знает. Исмаил Мусукаев. Да, он олимпийский призер, да? Олимпийский призер по вольной борьбе. Я с ним дрался. У этого человека удар, как будто этот человек весит 200 кг. Настолько у него сильный удар, я такого удара еще не чувствовал. Ну, я от него три ранды, я с ним дрался по АМИМа. Я три раза упал, три раза встал. Ну, я не думаю, что у него может быть удар тяжелее, чем у него. У него, поэтому я очень жду этого. У меня вопрос к вам обоим. Вы оба являетесь базовыми грэпплерами. Какие турниры серьезные выигрывал? Какие регалии именно по грэпплингу? По грэпплингу, брат, я выигрывал свой город, чемпионат Хасавюрта, я выигрывал чемпионат Москвы один раз. Также выигрывал чемпионат Дагестана один раз, официальный. В каком году выигрывал чемпионат Дагестана? В 2013 году, брат. В 2013? Да. Я очень давно занялся. А на международный не выступал? Нет, брат. Марсель, тебе такой же вопрос? Я выиграл много раз, много турниров, брат, Open Европа выиграл. В Москве он все турниры по грэпплингу все зажимал, все зажимал. Да, он грэпплинг много раз. Ты в основном где выступал? В Москве, брат. А, ты в Москве побежал? Христану вообще не боролся. Христану вообще не выступал. А на чемпионате России боролся? Ну, я выиграл чемпиона России, я выиграл. Не выступал, но другой этот. В каком году выиграл? Какого чемпиона России? В 2018 году. Один дагестанец был, брат, он чемпион России. Еще я выиграл, трехкратный чемпион мира выиграл бы. У меня соперник был. Он был трехкратный чемпион в этом мире. Его фамилия не знаю, брат. Он тоже дагестанец был. Ну, он четыре раза выиграл. А какой ВСЕ? ВСЕ? Да, ВСЕ, Бэджиди, знаешь, брат. Чемпиона ВСЕ, и сейчас скажу, как же его. ВСЕ скажу, брат, я тебе сейчас. 61, да, килограмм чемпиона ВСЕ? Нет, нет, нет. Забыл, фамилия забыл. Артур ВСЕ, Мохаммад, Мохаммад. Я кажется, его знают. ВСЕ это тот? У него этот коронный прием гильтена. Он меня два раза задушил, но я... Вышел так. Чемпион 61 килограмм, да, вроде, если не ошибаюсь? Да, 61 килограмм. Ну, фамилия забыл, но он дагестанец, брат. Я его выиграл. Другой турнир. 57. О, блин, Европа. Чемпион Дагестанец, чемпион ЭСЕ в 57. Курбан. Финал я выиграл. Курбан, Курбан. Как? Курбана. Курбан Курбанов? Нет, чемпион ЭСЕ, говоришь, по грэплингу бывает развод. Он, по-моему, за грэплинг, он не за ЭСЕ говорит бои. Нет, нет, нет. Я говорю, он говорит, он выигрывал Курбан, как его фамилия? Гаджи. Да, Гаджи Курбан. Курбан Гаджиев, правильно? Ты его выигрывал, получается? Не знаю, фамилия, не знаю, брат, забыл. Друг, чемпион ЭСЕ по боям? Нет, нет, нет. Я же, он не бои не имеет в виду, брат. ВГД, брат. Он говорит, ВГД каждый раз, в развод, в Кабле бывает чемпионат. Я подумал, он говорит, он ВСЕ чемпион. Нет, 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 брат. Я так подумал. Я у него спросил, это чемпион в 57, это мой просто друг, братишка. Курбан Гаджиев, он очень мастер-витер. Да, он сейчас как раз готовится на бой. Поэтому я удивился. Я тоже удивился, если он его выиграл. Да, я думаю, с ним тебе тепло будет бороться. Нет, он чемпион мира по UVV. Нет, нет. Лично я видел, в 16-м году он выиграл чемпионат мира по грэпплингу. Послушай, он имеет в виду, раз в год, в декабре, в месяце бывает общий сбор по грэпплингу называется ACB или ACA. Да, она называется ACA, но там только грэпплинг. Да, чисто грэпплинг. Он выиграл, кто именно там стал чемпионом его. Ну, он же не чемпион. Правильно же мы поняли? Да, да, да. Но он тогда получается не чемпион. Нет, он чемпион турнира ACA, который проходит в декабре. Ну, чемпион мира называется, брат, этот турнир. А, ну, это турнир, статус чемпиона мира. Да, чемпион мира. Понял. Ну, по версии ACA, ACA GG. Да, ACA. Анвар, подскажи, вот бой по кулакам это был первый-единственный на данный момент, да? Все остальные по кулакам нет, брат. Я еще раз выходил на замену за пять часов, не из своей весовой категории, за пять часов выходил, там мой секундат выбросил полетенце, когда я второй раз упал, сказал, типа, ты на замену шел, тебе эти травмы не нужны, и он убрал, но не было ничего, ни сечки не было, ни царапин, ничего не было. Но это из-за того, что он не привык, по-моему, от стычка, я сел, на колени сел и сразу встал. Он полетенце кинул, сказал, это тебе не нужно, ты грэпплер, тебе это вообще не нужно, не выступай больше, полетенце кинул. Но я слово дал, что этого человека больше у меня в секундантах не будет, и его не было еще. Интересно. Но иногда надо полетенце кидать, бои разные бывают, все-таки здоровье важнее. Ну, брат, если было бы хотя бы царапина или травма, то можно было бы. Он говорит, ты вышел на замену, тебе это не нужно, и полетенце кинул. Ребята, вы оба являетесь грэпплерами. Я честно, просто, я сам выступал тоже по грэпплерам, и за это я просто хочу видеть, может, вы до Собнишна поборетесь? Мы же боролся, брат, уже. А, вы уже боролись? Хардкорный боролся, брат. Ну, он тогда же говорит, устал, уставший был. После боя, значит, сейчас травма будет. Нет, нет, брат. Если, брат, чисто вот уважение к тебе, я знаю твои очень бои хорошие, я за твоими боями очень сильно слежу, брат. Чисто для тебя, брат, после боя, иншаллах, если у него или у меня не будет травма, то мы же поборемся, брат. Вот тогда будет, я просто сам посмотреть. Да, после боя можно. После боя, брат, если у него не будет травма или у меня не будет травма, мы только за. Я его выиграл, брат. Просто я тоже базовый играл. Но это, брат, он знает сам, как выиграл. Он сам знает, как выиграл, брат. Да, треугольник, да? Треугольник, я там, брат, я постучал там? Нет, нет, постучал. Я не постучал, и я не уснул. Нет, там этот сиян... Судя его остановил, потому что ты сам прекрасно знаешь, что для них это выгодно. Ну, это видео 5 миллионов больше набрал, брат, ютуба. Чисто это видео. Но, брат, я же говорю, брат, там галлуйский хищник, там просмотры, поэтому я здесь, чтобы здесь сделать просмотры. Давай послезавтра. Пока. Ну что, перейдем к середине тогда. Вперед. Спасибо. Удачи. Марсель, кстати, насчет вот Ерки Бланатов, Ирки Бланатов. Мы же планировали все-таки этот бой организовать, но, к сожалению, не получилось. Я думаю, если есть тебе что ему передать, он ту камеру может что-нибудь сказать. Да, Ерки Блан начал историю выложить, и он писал, кто этот, give me contract, я же там сказал, give me contract. Вот так вот так он писал, give me contract, давай дай мне его. И октагон отметка делал, и номату делал, и сразу после этой истории, Исламу мне звонил, ты готов с ним? Да. Он сказал, он уже подписался контракт, давай с ним. Я ему сказал, давай, полный газ. У меня вес 70 килограмм, 70-60-80 сейчас. И он сказал, 75 будет бой. Я ему сказал, да, конечно, мне тоже это, он тоже хайповый, брат, интересный бой будет, он кулачник, я грэпплер, интересный будет, я сразу согласится, давай. Ты просто видел, да, какой он сейчас в форме в плане веса, он набрал очень сильно. Да, да, да. Ну, этот интереснее будет, брат, с ним. Если с ним поставить стадионный турнир, брат, мы набираем люди, да. Следующий турнир поставь, если есть возможность. Да, конечно, мы обсудим этот поединок. Можешь еще кое-что сказать? Я так хотел бы благодарить свой клуб «Альянс», благодаря Ивану, этот клуб очень сильно развивается. Иван, тебе от души, так шире зван. Уважаемые зрители, мы хотели бы поблагодарить фабрику «Никротан» за поддержку сегодняшнего вечера. Вся мебель в нашем зале предоставлена фабрикой «Никротан». Закажите легкую, долговечную и комфортную мебель с 10% скидкой, пройдя по QR-коду или по ссылке в описании. Ну что ж, дорогие зрители, на этом наша пресс-конференция подошла к концу. Просим вас подписаться и не пропускать выпуски «Namat Fighting Championship».